Добрый день! Я вас приветствую из поезда, который везет меня из Лондона в Ньюпорт на встречу с владельцем уникальной астрологической библиотеки. Филипп уже ждет меня. Завтра я надеюсь показать вам и его самого, и его интересную библиотеку. А сейчас я еду и думаю, вот ведь в России на самом деле многие знают о том, что существует склонение, что существует аспекты склонения, но часто относятся к склонению, к параллелям склонения как к чему-то второстепенному. И это очень-очень несправедливо. Один знакомый, достаточно известный астролог говорит, да, там всего лишь параллель, вот если бы там был еще трин, там еще какой-то аспект. И это, конечно, если бы аспект существовал одновременно в долготе и склонении, это было бы очень важно и значимо. Но и сама по себе параллель склонения – это очень-очень значимый, очень самостоятельный таки аспект. И если в психологии, может быть, в психологической астрологии, там, где речь идет о каких-то смутных движениях души, это может быть не очень очевидно, но если вы будете применять астрологию к реальному миру, вы заметите, что параллели действительно работают. Допустим, если вы попробуете спрогнозировать погоду для чего-нибудь пикника и выберете для этого день, когда Венера образует параллель к Урану, вы им пикник испортите, потому что или будет дождь, или другие осадки, ну или, по крайней мере, не будет солнце. Многие наблюдают за движением Марса в склонении. И когда он проходит важные ключевые точки, допустим, проходит через экватор, гендревое склонение, или достигает максимального склонения, энергия Марса в природе ощущается очень сильно, очень ярко. Это в погоде может проявить себя, как жара, это может проявить себя, как лесные пожары, это может проявить себя, как несчастный случай или агрессию, какие-нибудь инциденты. Все это достаточно типично для обостренной усиленной энергии Марса, которая проявляется или в параллелях, или в запредельном его состоянии. Вот подобные примеры мы будем изучать, мы будем о них говорить на вебинаре, который предстоит 14-15 августа. И до встречи. Еще завтра я вам расскажу о библиотеке. Надеюсь, я вам покажу. До свидания.